Гимназия номер 16 отметила премии признания своих лучших педагогов. Уже пятый год накануне Дня Учителя здесь поощряют талантливых преподавателей и выдающихся учеников. За какие заслуги получены награды узнавала наша съемочная группа. Большая ежегодная премия гимназии признания включает памятный знак, сертификат и денежное вознаграждение. Как сказала одна наша коллега, признание для нашей гимназии все равно, что Оскар в мире кино. Русскому языку и литературе учат детей Елены Петрова, а в свободное от учебы время становится заместителем начальника умного лагеря. В этом году родная гимназия впервые позвала ребят на интеллектуальные каникулы. Появился лагерь необычный. Учат там премудростям отроков, учат физике, русскому, алгебре. Премией «Прорыв года» награждена команда из 25 учителей. Благодаря их усилиям в феврале при гимназии заработал интеллект-центр. Дети после опроса, после этой смены сказали, что им мало. Четыре дня им нужно побольше, четыре недели. Плюс мы добавили предметы гуманитарного цикла, потому что в феврале у нас были только физико-математические, естественно, научные предметы. Здесь учащиеся получают олимпиадный уровень знаний. Так гимназия формирует Золотой фонд России. Инженером или программистом собирается стать Максим Бармашов. Увлекается 3D-моделированием, 3D-печатью и лазерными технологиями. В школе есть все необходимое. Проект, с которым я ездил на Олимпиаду, это был макет «Храм Преображения Господня», одного из символов нашего города Люберцы, который я делал на лазерном станке из фанеры с помощью моего учителя Ворнова Алексея Алексеевича. Премию признания Алексею Воронову присудили в третий раз. Желание каждый день общаться с учениками и делиться своими знаниями называет главным в профессии учителя. У нас очень хорошие дети, а наша задача – заинтересовать их. Администрация помогает нам оборудованием. У нас самое современное в Московской области оборудование. В этой мастерской проходят уроки технологии. Знание алгоритмов позволяет школьникам творить настоящие чудеса. Сейчас он вначале начинает гравировать, то есть он вот так ездит в одну в другую сторону, попеременно включая мощность и получается изображение на фанере. Современная школа предлагает ученикам познать новый мир, но открыть в него двери и найти себя по-прежнему помогают учителя. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.